Свой фильм прислал нам мастер. Он проживает в Невиномысске. И звать его Тимофея Доценко. Это такой промышленный город, очень богатый, там 100 тысяч населения или 120. И вот смотрите, какая красивая здесь природа. Речка есть Кубань, а это работа этого мастера. Он делает разные работы. Вот так он выглядит. И этот мастер универсальный. Почему универсальный? Он художник. И смотрите, какие делают камины, и может он на них лежать. То есть универсальность заключается в том, что он может рисовать. Гляньте, вообще шикарный каминчик. Вот так он выглядит. И не только рисовать. Он может делать барельефы, рельефы, скульптуры. Ну вот эта работа, ну как бы, раньше я делал с алебастер. Сейчас много других есть материалов. Это, наверное, какие-то шпаклевки. Поэтому я не могу рассказать вам конкретно. Ну, представляю, как это делается. И эта работа достаточно сложная и ответственная. В чем она, как бы, проблема этой работы? Она делается внутри помещения. С одной стороны, это тепло, хорошо. А с другой стороны, халтуру будет видно. А это, глядите, работы с металла. Представляете, художник делает живопись и делает работы с металла. Ну, такого не бывает. Это еще какой-то либарчик или что-то такое. Ведь и грудь у него поднимается, а там находится водка или коньяк. А это вот какие-то зеркала, мебель. То есть, вот реальные работы. Ну, то есть, как бы художник, который еще может заниматься металлом и делать вот такие светильники. Это достаточно редкая, ну, редкая, как бы, работа или редкая возможность сделать эту работу. Или талант редкий. А это его барельеф. Вот, смотрите, он вообще здесь, как художник Пикассо, он цветок, цветочки за ним. А это вот щелк, курит, это Шерлока Холмс, наверное. То есть, смотрите, и барельеф, и лицо, и любые портреты. То есть, мастер многоплановый и универсальный. А это вообще, представляете, вот какое-то кафешка, выполнено в каком-то своем стиле, там, с комнатами, домами. Ну, или это, может, я сказал кафешка, а может, это просто квартира и дизайн вот комнаты. Ну, по всей видимости, какая-то квартира все-таки. И вот большой дом, в котором можно делать такие работы. Представляете, барельеф, арочки, подпоры. И самое интересное, это, ну, как бы сделано в каком-то таком современном, там, ну, давайте, византийский или венецианский стиль. Ну, это уже такие умные слова придумал. Вот, гляньте, какой-то барельеф сделан. Ну, это тоже художник какой-то, там, или Пикассо, можете назвать, или Сальвадор Дали. Я уже точно не знаю, кто он такой. И вот идут еще и работы скульптуры под барельеф. Ну, вот увидим, смотрите, работы именно шпаклевки, с которых можно делать любые работы. Ну, и не каждый мастер возьмется работать в помещении. Ну, вы уже видели стиль. То есть, есть свое понятие, свой взгляд. И, как бы, цена этого мастера заключается в том, что его работы узнаваемы. То есть, уже по этим его работам можно понять, что это делает мастер-доценка. Понимаете? И это очень важно. Стиль, работа, мастерство и свой взгляд на творчество. То есть, этим надо, как бы, за этим надо следить. И за это надо бороться. То есть, ну, и еще универсальность. То есть, мастер работает еще и как, ну, не кузнец, наверное, слесарь, как правильно сказать. То есть, есть вот такой металл, там, оцинковка или там, жесть. Ну, это уже секреты, как не секреты, давайте, навыки этого мастера, которых отработал, и он выполняет эти работы. То есть, ну, есть инструмент специальный, там, заклепки, там, туда. Ну, не буду, я не могу это про... Будем рассказать про то, что не знаю. Ну, я представляю, что это возможно делать. Ну, опять, работы по металлу, они достаточно, ну, трудоемкие. Ну, как бы, даже не трудоемко, они, их долго делать надо. То есть, металл надо обрабатывать, шлифовать, потом очищать, красить и потом еще и продать. Представляете, вы тратите на это очень много времени, и, значит, это будет стоить дорого. Ну, с другой стороны, преимущество заключается в чем? В том, что этот мастер имеет много своего продукта. Вот этот, видите, шлем какого-то там рыцаря, или там, это вот другое рыцарь. И, видите, оно имеет, ну, как бы, свой интерьер. А это пошли уже понятные работы с орбитона. То есть, это скульптура лягушки. Смотрите, вообще, детская площадка, домик на коре и ноге, и там и ворона следит, и вот так даже рыцарь что-то делает здесь. Ну, видать, он просто там пришел посмотреть. Ну, вот такая вот площадка. А это вообще шедевр. Смотрите, это то, что востребовано, это такой вот барбекю. А такой он получился уже в натуре. То есть, и дрова там, и вот кострища. А это какое-то современное в каком-то отеле, вот, любовь, сердце. Смотрите, такой интересный, монументальный там знак или скульптура, или работа. То есть, вот такая работа. И вы представляете, вот этот вот доценка скульптор выставил свои эскизы. Это целый тоже, посмотрите, какое качество работы, карандаш, и смотрите, какие работы. Это барбекю, это камины. То есть, это такой коммерческий продукт, и у него целая разработка, которую можно применять и делать, ну, пытаясь заработать деньги. Ну, это какой-то герб под барелепы задуманное. И вы представляете, вот, редко кто с художников, вот, будем говорить, свои эскизы, ну, показывает и отдает вам пользу. Вот, смотрите, какой интересный барбекю, там, человек какой-то там. А это вот сидят там бревнышки и охраняют барбекю. Это вот такая, как бы, фонарик-столик с какими-то поварешками. Это тоже все можно, и повар даже есть. Все это можно применять при оформлении, там, дач. Ну, это вот уже пошли эскизы под его рыцаря. В данном случае это, ну, подводный какой-то там рыцарь, или как подводный акваландист, который занимается там работами под водой. То есть, это вот рыцарь, там, замковый. Это тут уже устал какой-то рыцарь, привалился на свое копье. То есть, эти работы не просто картинки, они востребованы. И, представляете, у него этих готовых работ там сотни. Ну, это уже второй фильм. Люди при желании могут найти работу этого мастера и ознакомятся. Это уже идет, как бы, второй фильм. У него есть работы на несколько фильмов. Это говорит о том, что человек работает, деятельный, и это является его бизнесом. Ну, не просто занимается это хобби, там, немножечко поработал. Нет, он профессиональный художник, скульптор и пытается делать работы, ну, вот, в этом стиле. И, как бы, ну, кто желает, есть телефоны, адреса. Могут заказать эскизы, работы. И у него даже есть склад готовой продукции. У него есть рыцари, которые можно приобрести. Так что пишите, звоните. А это вообще, кто хочет, оригинальная работа, то есть, которая там тоже можно применить или для себя какие-то получить интересные наработки. Вот так он выглядит, он любит отдыхать, он любит работать и может себе это позволить. А это у телефона адреса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok